Всем привет! Новое видео на канале. Итак, сегодня мы поговорим о достаточно недавнем смартфоне от компании Vivo. В очередной раз прислали смартфон на обзор, и это V17 на 8 гигабайт оперативки, 128 встроенной. Это мои первые впечатления. Сегодня приехала посылка, я распаковал, настроил под себя, и хочу уже, скажем так, высказать эти первые впечатления. Не просто так, достав при вас из коробки, а уже какое-то время им попользовавшись. Итак, Nebula Blue. Вот такой красивый, интересный цвет. Я понимаю, друзья, что много лет назад, по-моему, полтора-два года назад, компания Honor и Huawei начали практиковать вот эти все градиенты. Если честно, то, ну да, наверное, с какой-то стороны смотрятся они очень-очень клево. Но мне начинает это все надоедать, потому что, во-первых, корпус глянцевый, нематовый, и отпечатки пальцев, конечно же, собирает очень-очень хорошо этот смартфон, и никуда не деться от этого. Итак, давайте посмотрим на комплект поставки. Поставляется все вот в такой черной коробочке. Здесь у нас изображены силуэты самого смартфона. Коробка большая, комплект достаточно богатый, и давайте посмотрим на него чуть поближе. Вот такой большой конвертик-пенал. Ну, здесь у нас лежали всякого рода бумажки, это первая. Смартфон лежал в такой штуке. Быстрая зарядка на 9 вольт 2 ампера, на 5 вольт 2 ампера, то есть, в принципе, 18, как я понимаю, ватт. Гарнитурка, как я понимаю, 3,5 разъем здесь есть, и действительно он здесь есть. Хорошо, что производитель за условно-среднебюджетную цену, там, в пределах, сейчас можно в МТС взять по скидке по весьма демократичной цене меньше 20 тысяч, ссылочки я оставлю, естественно, в описании. Хорошо, что кладут очень качественные зарядки. Кстати, примерно такой же блок питания кладется в iPhone 11 Pro и Pro Max, то есть, там мы платим от 78 тысяч рублей. Также в комплекте у нас есть, во-первых, кабель USB Type-C USB и вот такой вот чехольчик. Есть также макулатурка в виде скрепочки и дополнительных гарантий, то есть, не дополнительных, а вообще основных гарантий. И вот такой вот кабель Vivo фирменный. В общем и целом, мне нравится комплектация, что производитель смартфонов до сих пор, даже сейчас, учитывая тенденции нынешнего времени, о том, что наушники никто практически не кладет. Все стараются просто обходиться минимальной зарядкой и проводом, больше ничего никто не добавляет. По одной простой причине, что даже чехол на первое время, да, чехол, он, ну, это силикон, естественно, ничего хорошего от него не ожидаешь. Но пока вы, может быть, где-нибудь там закажете под заказ или найдете по акции, еще и надевается, так достаточно туговато. Найдете по акции то, что будет вас удовлетворять. Такой чехольчик, в принципе, ну, я буду носить, использовать сейчас, не знаю, недельку-две, дни 10, может быть, 14, может быть, 3 недели. Телефон без чехла, потому что мне нравится, как он на ощупь выглядит. Естественно, он очень сильно быстро заляпывается. Давайте поговорим о самом смартфоне. 6.38 диагональ, стекло с одной, стекло с другой стороны. Встроенный сканер отпечатков пальцев в экран, работает, ну, скажем так, так себе, но для этой ценовой категории более чем достойно. Интересно вписан блок камер, то есть здесь их 3 основных, можно сказать, даже 3, да, 4 48-мегапиксельные камеры. Светодиодная вспышка, надпись Vivo, camera and music, то есть смартфон позиционируется как смартфон для фотографий и музыки. Почему, может быть, игровой или нет, но Snapdragon 665 и 8 гигов встроенной памяти оперативной, то, в принципе, почему нет? Я, естественно, поиграю в игры, хотя я сам не люблю этим заниматься. Я уже вышел из того возраста, что поиграть в игры даже практически на консолях не играю. А на смартфонах тем более, но ради теста, естественно, я поиграю в игрушки. И в полном моем впечатлении об этом смартфоне я расскажу о тех результатах и о той визуальной картинке, которую я увижу. Я об этом обязательно вам расскажу. Итак, 638 диагональ, Super AMOLED дисплей. Изначально установлена с завода пленочка. Она уже здесь вся такая поюзанная. Прям хочется ее так содрать и посмотреть, есть ли а-ля фобка. Я, наверное, это, скорее всего, и сделаю, но о результатах, опять же, доложу в последующих видосах. Сейчас перед вами предустановлен лаунчер, новый лаунчер Prime. То есть я не могу пользоваться, мне не нравится, как выглядит стоково, скажем так, сама операционная система, вид операционной системы от компании Vivo. А я хочу напомнить, что Funtouch OS версии 9.2 установлена сейчас на базе Android 9. Итак, Snapdragon 665, все как есть, 128 полная, модель 19-20. В общем и целом, друзья, как бы у меня претензий к этому экрану нет. То есть достаточно прикольно обыгранные рамки дисплея, подбородок чуть больше, чем все остальные по трем, скажем так, осям устройства. Рамки где-то примерно, может быть, 3, может быть, меньше 3 мм. Ну, я на самом деле не измерял, они достаточно комфортные и, в принципе, я считаю, что изображение более-менее комфортное. Super AMOLED дисплей, то есть это Full HD+, разрешение, 32-мегапиксельная фронтальная камера. И, если честно, то вот прям я сейчас настроил под себя и, в принципе, вот в таком вот внешнем виде, почему бы смартфоном не попользоваться. Хотя мне до сих пор не нравится Funtouch OS, то есть я точно так же, как на Next3 настроил для себя вылет панели управления, вылет последних запущенных приложений, также возврата назад. То есть если вот так вот делают, то все это дело возвращается. По быстродействию у меня единственный нюанс, может быть, кто-то из вас знает, как это сделать, потому что, когда я зашел в управление системой, и здесь есть у нас режим для разработчиков, то есть если я его включаю, то здесь появляется вот такая вот желтая кнопочка в правом верхнем углу, которая постоянно моргает. И я хочу, допустим, сделать, как я это делаю на всех Android-смартфонах, отрисовку окон на анимацию на 0.5, то есть на единичке для меня слишком он медленно работает, то есть слишком плавная анимация. Я ставлю вот так вот, вроде все начинает в этом плане меня устраивать, но горит постоянно этот режим разработчика. Я не знаю, что с этим сделать, то есть как побороть этот, для меня это баг. Поэтому, если кто из вас знает, если смотрите те, кто пользуется на постоянной основе смартфонами от компании Vivo, обязательно расскажите. И я взял на тестирование данный смартфон не просто так, потому что уже, скорее всего, на этой неделе, я надеюсь, что ко мне в руки попадет очень интересное устройство, которое, в принципе, ну, мне кажется, во-первых, поразит вас ценой, а во-вторых, это такая небольшая затравочка, а во-вторых, это прямой конкурент этого смартфона, но, как мне кажется, с более интересным внешним видом и почти с такими же техническими характеристиками, но самое главное, это цена. И тот видос, который я, скорее всего, выложу в конце недели, а это начало марта 2020 года, я думаю, обязательно подпишитесь, если не подписаны, и это видео должно вас удивить. В общем и целом, первое впечатление о смартфоне. Мне нравится, что он компактный, 6.38 диагональ, для меня практически точно, я как будто бы вернулся в 2017 год, 2016 год, Samsung S7, когда вот самая любимая моя диагональ 5.2, для меня была самой комфортной, то есть я настроил под себя систему так, что большим пальцем, в принципе, я попадаю во все иконки, а если мне надо, как бы, то есть настроил жестовое управление, как бы, даже не надо дотягиваться до верхнего бара. Почему нет? То есть, как бы, новый лаунчер спасает в этом плане. Смогу ли я пользоваться данным устройством и, скажем так, не сказать, что фу, какое говно, потому что мне вот эти все оболочки, мне ничего не нравится, кроме как голого андроида и, может быть, от Samsung, надстройки над операционной системой, потому что на Samsung, ну, опять же, у меня тоже есть там вопросы, но, с другой стороны, она более проработанная, детализированная и так далее. По поводу качества экрана, качества картинки, которые я перед собой вижу, ну, знаете, друзья, в последнее время, в последние года, в принципе, никаких претензий к экранам быть не может. Да, скорее всего, здесь есть шим, если это в настройках где-то регуляция, я, скорее всего, да, уже настроил и включил, то есть меньше мерцания, мерцания если включить. Сейчас мы посмотрим. Так, мер, снижение мерцания при низкой освещенности, при низкой яркости, то есть у меня включено, и поэтому камера сейчас, AMOLED-экран, вы видите, то есть я этого не вижу, а на записи камеры вы видите в том, что, то есть вот такие вот плавники такие, по-другому, не как AMOLED-экран, пользовательская обычная камера, как бы, ну, я не нашел. То есть надо подобрать освещение, то есть источники должны совпадать герцовка, как бы, с мерцанием экрана надо выставить свет, как бы, и так далее, и так далее. Ну что, друзья, первые впечатления о смартфоне у меня очень-очень положительные. Давайте, у меня здесь вот есть апельсин, я попробую сфотографировать, я не делал никаких предварительных снимков, у меня есть замечательный апельсинчик и супер-макро режим. Мне понравилось, но тут сразу света просто нет никакого. Мне понравилось, что здесь искусственный интеллект сразу предлагает мне выбрать сверхширокоугольный снимок, размытие, супер-макро, то есть все камеры на 48 мегапикселей. В общем, полностью, если разбираться в этом, я, скорее всего, разберусь, потому что, ну, мне надо разобраться, какая камера за что отвечает, но, скорее всего, здесь есть ширик, обычный и есть также у нас еще размер, именно, точнее, стандарт, точнее, пункт настройки камеры, что будет снимать именно в камере 48 мегапикселей. Очень плохое освещение сейчас, то есть оно, скажем так, обычное, домашнее, вечернее. Ну, друзья, ну, как бы, опять же, надо смотреть, надо смотреть, как будет себя вести камера данного телефона, пока знаю, что 3,48 мегапиксельные камеры, я не знаю, хотя, в принципе, глазки у них у всех разные, надо тут разбираться, какая камера за что отвечает, потому что, опять же, что? Включить позже в настройках. В общем и целом, общее впечатление о смартфоне, то есть первое впечатление о смартфоне, весьма и весьма положительное, хотя не с кровью, видите, то есть у меня напрягает этот момент с режимом разработчика, если я сюда включу, то он отключится, и, соответственно, отрисовка окон у нас попадет именно на, опять же, на единички, мне это не совсем нравится, скорее всего, решение этому есть, опять же, как это сделать, ну, я пока как бы, ну, не знаю. Смартфоном буду пользоваться, как постоянным, ставлю сюда две своих постоянные сим-карты двух разных операторов, есть слот для карты памяти, ну, в принципе, вот как-то, вот такие вот первые впечатления, то есть мне пока все нравится, но, опять же, переходить с айфона 11, то есть по размерам плюс-минус все одинаковое, здесь 6,1, здесь 6,38, ну, если сравнивать вот таким вот образом, то экраны, можно сказать, очень сильно похожи, по размерам похожи, здесь IPS-матрица, здесь AMOLED-матрица, ну, в общем и целом, как бы, смотрите сами, опять же, здесь вот, ну, вот если по яркости, то вот так вот, конечно же, здесь на айфоне 11 у нас даже HD, нету Full HD разрешения экрана, а здесь у нас Plus Full HD, то есть Full HD Plus, естественно, этот экран будет в разы лучше, чем экран на айфоне, но какой-то магическим, каким-то магическим образом экран на айфоне сделан и настроен так, что каждодневное использование, как бы, скажем так, перечеркивает все, даже вот среднебюджетные смартфоны, не просто так он стоит, ну, скорее всего, да, переплата там за бренд, все дела, но, опять же, почему-то экран там в каждодневном использовании нравится больше, но, опять же, это все дело привычки, кому нравится, я, то есть, попользовавшись AMOLED-экраном, допустим, начиная с айфона 10, да, то я, мне очень сложно было смотреть на экран IPS-ку, тем более не Full HD, поэтому, в принципе, вернуться на AMOLED-дисплей более чем ок. Вот такой вот внешний вид, Nebula Blue, ссылочки на смартфон в разных интернет-магазинах, я всегда стараюсь найти, именно, чтобы были скидочки, сейчас здесь тут промокоды, я знаю, что в МТС, знаю, что в связном, в принципе, можно взять за неплохую цену, но МТС, в плане скидок, они, конечно, уделывают, естественно, здесь есть Always-On-дисплей, его можно как-то настраивать, и какие изображения будут здесь отображаться, какие уведомления будут приходить, в общем, гибко настраиваемый телефон, нравится комплект, нравится, что есть быстрая зарядка, посмотрим, как он себя будет вести, но, опять же, вот, скажем так, у меня предпосыл, и посыл такой, что первое впечатление, я уже устал от вот этих всех, вот таких вот переливов, мне хотелось бы что-нибудь, знаете, матовое, пускай черное матовое, либо серое матовое, либо белое матовое, мне хотелось бы уже, вот эти, чтобы крышечки были, как бы, матовые, ну, на самом деле, хотя сейчас все в жизни у нас, серое и черное, тем более зимой, в зимний период, тем более смартфоны добавляют, ну, скорее всего, все будут погружать их в чехлы, и вы не увидите, если это не родной чехол, вы не увидите расцветку с телефона, дабы его не разбить и защитить, но, опять же, может быть и подцветные, чтобы быть в стиле, в тенденции в какой-то, но, опять же, мне не нравится, что вот эти вот, он красивый, но мне хотелось бы, что-нибудь такого матового, хотя, яркие оттенки, они должны быть в нашей жизни, как-то так, вот такие вот первые впечатления, в течение 14 с лишним минут, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что, я буду сравнивать этот смартфон, с тем смартфоном, который я должен получить в конце недельки, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, если понравилось, если не понравилось дизлайк, в любом случае, проявляйте свою активность, пишите комментарии, обязательно я их всех читаю, отвечаю тоже на все комментарии, ну и пиши Дональд Ак, если досмотрел до этого момента, и совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока. Дональд Ак, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok